Мы находимся в старейшем учреждении культуры, для которого день рождения великого поэта Михаила Лермонтова — двойной праздник. В 1892 году, к очередной годовщине, в Пензе приурочили открытие общественной библиотеки. Тогда она стала первой в мире именной Лермонтовской. В том числе и к этой странице истории главного пензенского книгохранилища могли прикоснуться все желающие. В залах областной библиотеки говорили о ее прошлом и настоящем. Вместе с поздравлениями почетные гости вспоминали, как когда-то и сами часами засиживались в читальном зале. Напротив меня сейчас сидит мой научный руководитель, под руководством которого в свое время я защищал диплом на работу. И он не даст соврать, сколько часов, дней в неделю приходилось проводить в стенах Лермонтовки. Это действительно была целая жизнь, связанная с библиотекой. Я очень рад, что сегодня Лермонтовка является тем же самым источником знаний и для студентов, и для школьников, и для исследователей. Новейшая история областной библиотеки началась в 2012 году, когда открылся новый корпус. И вместе с ним расширились возможности развития с учетом современных технологий. А еще через пару лет, в октябре 2014, в день рождения Лермонтова, пензу посетил глава государства Владимир Путин. Тогда на базе сравнительно новой площадки состоялся Всероссийский форум ОНФ. В настоящее время это одно из богатейших книгохранилищ по Волжья. Его фонд более двух миллионов изданий. Только за последние пять лет открыты такие площадки, как детский центр, центр комикса, зал Солженицына, звездный зал. И есть еще очень много задумок. Современная Лермонтовка – это библиотека, которая участвует в национальном проекте «Культура» по очень важным направлениям. Это создание модельных библиотек, это создание цифровых копий книжных памятников, и это многочисленные курсы повышения квалификации. Начиная с 10 октября в этих стенах проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Основное внимание вопросам формирования и организации книжных фондов». А еще в ее рамках состоялась презентация работы Дмитрия Мурашова «Владимир Лодыжинский. Жизнь хорошего человека». Это первая биография дворянина, общественного деятеля и писателя, который стоял у истоков библиотечного дела на Пензенской земле. Александр Иванович Куприн называл его большим русским человеком. Если мы обращаемся к свидетельствам современников, а Лодыжинский был другом, подчеркиваю, другом Ивана Бунина, Антона Чехова, Дмитрия Маймана-Сибиряка, того же самого Александра Куприна и многих других известных деятелей русской культуры, так вот никто из них не говорит плохого об Лодыжинском. Не обошлось и без подарков. К 130-летию в одном из залов, например, появилась арт-галерея. В коллекции представлены работы пензенских художников, которые выставлялись в библиотеке в разные года. Сегодня в России существует несколько библиотек, которые носят имя прославленного поэта. Наиболее известные учреждения расположены в Санкт-Петербурге и Ставрополе. Но, как говорят сотрудники нашей Хилермонтовки и ее благодарные читатели, пензенская библиотека была и навсегда останется первой в этом списке.